всем привет с вами канал observer меня зовут артем и в этом ролике мы поговорим о новой серии телескопов от бренда ливенгук а именно о моделях ливенгук skyline travel в данной линейке два прибора это travel 50 и travel 70 число в названии говорит нам об апертуре прибора то есть о диаметре объективов телескопы представляют собой короткофокусные рефракторы то есть линзовые приборы соответственно они отлично подходят для пользования как в качестве телескопа так и в качестве просто подзорной трубы тоже отличает эти приборы из остального ассортимента производителя во первых это достаточно демократичная цена во вторых простота в использовании и легкий вес то есть их можно использовать как новичкам так и даже детям управляться с ними совсем не сложно ну а в третьих это широкая комплектация которая включает себя небольшой рюкзачок который помещается сам телескоп монтировка и все остальные аксессуары и так давайте остановимся на каждой из моделей поподробнее ливенгук skyline travel 50 первое что бросается в глаза это заметное сходство с телескопами от другого бренда именно сили строн travel скоб на который кстати на нашем канале также есть обзор кликайте по ссылке возможно вам будет интересно действительно телескопы очень похожи однако у ливенгука есть несколько заметных отличий во первых это более дорогой дизайн благодаря матовой покраске корпуса но во вторых это естественно бессрочная гарантия как и на все другие оптические приборы ливенгук что делает выбор в пользу моделей skyline очевидным и так travel скоб 50 диаметр объектива 50 миллиметров фокус на расстояние 360 миллиметров материал оптики как у второго прибора это просветленное стекло материал корпуса пластик труба комплектуются четырехсекционной простой треногой с возможной высотой от 40 до 125 сантиметров отдельно хочется отметить легкий вес всего инструмента это 2,3 килограмма с учетом коробки и всех остальных аксессуаров поэтому телескоп и travel настоятельно рекомендуется для использования в том числе детьми с ними очень легко управиться их совсем не тяжело поднять максимальное увеличение телескопа составляет 100 крат но продуктивно наблюдать получится лишь на увеличениях до 70 75 крат ориентировочно это связано с оптической схемой краткофокусные рефракторы плохо выдерживают максимальные увеличения при этом начинают проявляться значительные аберрации что затрудняет исследования и работу с телескопом комплекте с travel 50 мы найдем несколько полезных аксессуаров во первых это два окуляра системы гюгинца 8 и 20 миллиметров нужно сказать что схема самая простейшая однако на первое время этих окуляров вполне и вполне хватит дают они увеличение 18 и 45 крат соответственно помимо прочего в комплекте мы найдем трехкратную линзу барлоу вот это аксессуар уже не так полезен так как он фактически увеличивает кратность каждым из окуляров получается мы имеем дополнительное увеличение 54 крата что в целом дублирует 45 кратное увеличение от 8 миллиметрового окуляра но заметным ухудшением картинки так как линза барлоу значительно затемняет изображением второе увеличение 135 крат уже идет с превышением максимально полезного а как мы говорили ранее даже 100 крат для этого телескопа это много поэтому линза барлоу в принципе имеет место быть использованы но не очень полезно на самом деле также в комплекте мы найдем двукратный оптический искатель он выступает как небольшой монокуляр с помощью которого осуществляется первичный поиск объекта на который вы в последующем будете смотреть уже через телескоп также в комплекте мы найдем естественно заплечный рюкзак инструкцию по эксплуатации и гарантийный талон помимо этого нужно отметить что окулярный тубус телескопа travel 50 имеет нестандартный посадочный диаметр 0,96 дюйма стандартный же посадочный диаметр можно получить с комплектным адаптером который просто вставляется в окулярную трубку вторая модель travel 70 диаметр объектива 70 миллиметров фокус на расстоянии 400 миллиметров как и у предшественника вес совсем небольшой всего 2,7 килограмма вместе со всеми аксессуарами и с учетом коробки максимально полезное увеличение 140 крат но опять же использовать его на всю катушку не совсем целесообразно так как в силу оптической схемы у короткофокусных рефракторов максимально полезное увеличение сопровождается значительными аберрациями то есть искажениями изображения которые сильно затрудняют исследования поэтому мы рекомендуем с данным телескопом добиваться увеличение не более 100 крат комплекте мы найдем два окуляра уже более продвинутой системы кельнера это окуляр и 20 и 10 миллиметров которые будут давать увеличение 20 и 40 крат соответственно а также трехкратная линза барло который с каждым из окуляров может увеличивать кратность в три раза соответственно диапазон увеличение из коробки это четыре различных кратности 20 40 60 и 120 в принципе все эти увеличения достаточно рабочие в отличие опять же от предыдущей модели поэтому на первое время покупать дополнительные аксессуары совсем не обязательно это можно сделать уже позже travel 70 комплектуется точно таким же четырехсекционным штативом как и предыдущая модель с высотой от 40 до 125 сантиметров на усмотрение пользователя это тренога достаточно проста в усвоении очень легко но это имеет и обратную сторону она не совсем уверенно держит трубу поэтому мы настоятельно рекомендуем приобрести отдельный усиленный фотоштатив или даже астрономическую монтировку например az3 или еку 2 со специальным переходником на резьбу 1 4 дюйма как у труб ливенгук skyline travel существенным отличием от travel 50 у данной модели является диаметр окулярного тубуса 1,25 дюйма то есть стандарт это говорит о том что стрел 70 мы можем использовать сторонние например диагональные призмы для того чтобы добиться полностью прямого изображения различные экстендеры ты адаптеры и любые другие аксессуары что естественно является плюсом кстати на окулярную трубку сразу нанесена резьба формата m42 то есть т резьба поэтому подключить фотоаппарат сюда очень просто достаточно приобрести т-кольцо с нужным вам байонетом помимо прочего в комплекте строил 70 вы найдете более усовершенствует по сравнению с предыдущей моделью оптический искатель 5 на 24 с ним будет намного легче найти искомый объект на звездном небе и не потеряться на нем ну а теперь давайте потестируем один из приборов и посмотрим как же он показывает вот так выглядит изображение в телескоп skyline travel 50 на увеличении 18 крат объект на который мы смотрим находится на расстоянии 1 километра от нас как мы можем видеть картинка достаточно четкая хоть и не очень яркая а вот так выглядит тот же объект в тот же телескоп на увеличение 45 крат сейчас мы видим трубу так как если бы находились всего 22 метрах от нее как мы видим картинка стал еще темнее но тем не менее отдельные детали все еще прекрасно видны а вот так выглядит объект на который мы смотрели с точки наблюдения не вооруженным глазом включать же в обзор тест по луне телескопа travel 50 мы не стали так как выбранный способ съемки и так несколько ухудшает качество изображения телескоп сам по себе выдает по луне недостаточно яркую и детализированную картинку чтобы можно было судить объективно о его возможностях ну а вот так выглядит тот же наземный объект в телескоп skyline travel 70 на увеличение 20 крат как мы можем видеть картинка более яркая более четкой видны отдельные детали попробуем увеличение 40 крат и опять же убедимся что картинка имеет преимущество перед младшей моделью travel 50 для сравнения посмотрите как выглядит этот объект без какого-либо увеличения при тестировании по луне travel 70 также показывает лучшие результаты здесь уже видны не только крупные но и достаточно мелкие кратеры целом картинка более детализированная и более яркая на большом увеличении 40 крат картинка все еще достаточно приемлемого качества напомним что если наблюдать глазом они через камеру вы увидите еще гораздо больше деталей как вы можете видеть travel 70 выигрывает в качестве картинки у более младшей модели travel 50 по всем параметрам кому же можно рекомендовать телескопы ливенгук skyline travel во первых это отличный выбор в качестве первого телескопа так как с ними легко управляться они имеют легкий вес и отлично подойдут для использования как взрослым так и детям во вторых ими можно пользоваться в качестве подзорной трубы в третьих они отлично справляются с наблюдениями за протяженными объектами дальнего космоса ну и помимо прочего в них можно посмотреть на луну юпитер сатурн и другие планеты солнечной системы но уже обзор на если у вас остались какие-то вопросы задавайте их прямо в комментариях под видео не забывайте ставить лайки подписываться на наш канал и если у вас есть пожелания по тематике следующих видео опять же оставляйте их в комментариях мы обязательно постараемся это учесть я с вами прощаюсь всем пока